Медиа-группа «Авангард» представляет Друзья, привет! Рад приветствовать на нашем традиционном ежегодном сок-форуме. Мне сегодня выпало честь провести круглый стол на тему промышленный сок, необходимость, функции, векторы развития. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, к задаванию вопросов, я представлю своих коллег, которые согласились сегодня поучаствовать. Это Дмитрий Доренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. Антон Кокин, начальник управления средств защиты ИТ-инфраструктуры трубной металлургической компании. Антон Шипулин, менеджер по развитию решений по промышленной кибербезопасности лаборатории Касперского. И Алексей Гуревич, член СИГРЭ, член Центра компетенции кибербезопасности НТИ EnergyNet. Коллеги, рад видеть вас в нашей студии. Наконец-то мы встретились. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, прежде чем я начну вам задавать вопросы, я хочу немножко рассказать, что же из себя представляет сервис по мониторингу информационной безопасности в СУТП. Если говорить о технологическом процессе, то можно его представить в виде классической пятиуровневой модели. Если на нижнем уровне мы посмотрим, то увидим здесь, соответственно, датчики клапана, задвижки. На второй уровень, если поднимемся, то увидим там уже контроллеры, которые соединяются с третьим уровнем, на котором находятся армы операторов, сервер SCADA и, например, сервер резервного копирования. Дальше хорошим тоном уже сейчас является создание демилитаризованной зоны, из которой дальше все поднимается на уровень МЕС и корпоративных информационных систем, в том числе и СИЕМ, который зачастую находится именно там. На данный момент мы в Solar умеем собирать информацию, начиная со второго уровня, с уровня контроллеров и выше. Соответственно, для этого мы ставим сервер коннекторов, который собирает с выделенных нами устройств информацию и отправляет ее в СИЕМ. В СИЕМе она проходит обработку, через защищенный канал к СИЕМу подключаются сотрудники Ростелеком Solar и проводят анализ, выявляют инциденты, которые дальше мы отправляем, собственно, нашему заказчику. В целом, технологический процесс выглядит примерно так, есть разные вариации, но вот если усреднить, то можно встретить именно такой процесс. Что касается того, что мы уже умеем и к чему мы стремимся, мы на данный момент уже умеем собирать информацию с контроллеров таких вендоров, как Schneider Electric, Siemens, и работаем над тем, чтобы список этих вендоров расширялся. Также мы прорабатываем сбор информации со специализированного программного обеспечения. Это такие, например, с популярных версий SCADA систем. И также работаем над тем, чтобы улучшить и дать уникальные дашборды для наших заказчиков. И прежде чем я начну задавать вопросы моим коллегам, я хочу запустить голосование для аудитории и попрошу вас, коллеги, которые смотрят нас, ответить на вопрос. Какие услуги будут наиболее вам интересны, естественно, в Развирезе АСУТП, помимо традиционного мониторинга информационной безопасности? Здесь можно выбрать до четырех вариантов ответов. И я сейчас быстренько по ним пробегусь, что мы имели в виду, когда их, собственно, составляли. Первое – даунтайм и аптайм АСУТПшного оборудования, то есть сколько оборудование проработало, какие контроллеры, например, чаще всего выходят из строя. Второе – учет рабочего времени операторов, то есть посмотреть, насколько они халтурят или не халтурят. Третье – аналитика подключений к оборудованию АСУТП. Эта функция будет полезна тем, кто имеет свое технологическое оборудование на обслуживание у подрядчиков. И также можно будет смотреть на то, когда ваши инженеры подключаются к оборудованию. Контроль версий проектов ПЛК и SCADA систем. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Элементы МЕС. Не все, к сожалению, имеют МЕС-системы, но тем, кто хочет какие-то кусочки иметь, мы можем предложить такую услугу – информирование об опасных значениях параметров технологического процесса. Ну, например, параметры выходят за пределы. Мы это идентифицируем как инцидент, и наши аналитики отправляют информацию ответственным сотрудникам в виде СМС-оповещений, либо через электронное письмо. Седьмое – мониторинг нагрузки на вычислительные средства СУТП. Тут, я думаю, тоже всем все понятно. Восьмое – отчеты по имеющимся уязвимостям. Мы не всегда можем использовать сканер, но мы знаем, какое оборудование каким уязвимостям подвержено. Соответственно, после инвентаризации мы можем вам подсказать, какое оборудование, как вам стоит защитить или воспользоваться компенсирующими мерами. Девятое – как раз-таки инвентаризация программных и технических средств. И, наконец, заключительное – десятое – автоматизированные советчики. То есть у нас довольно большое количество клиентов, мы обрабатываем информацию у них, и на основе этой информации можем давать рекомендации, советы по тому, какие средства защиты вам стоит приобрести и как их, собственно, использовать и конфигурировать. Напомню, что можно выбрать до четырех вопросов, точнее, ответов. Так что прошу вас, пожалуйста, голосуйте. А мы тогда переходим к вопросам, коллеги. Я первый вопрос задам Алексею Гуревичу. Алексей, а нужен ли на самом деле мониторинг с УТП? Если да, то какие проблемы он, собственно, может закрыть? Мне кажется, тут ответ вполне себе очевидный. Безусловно, мониторинг с УТП нужен. Мониторинг помогает решать такие задачи, как контроль состояния оборудования технологического, помогает мониторить вопросы, связанные с нормальным режимом работы программного обеспечения. Мониторинг помогает решать вопросы балансировки периодически, загрузки оборудования того же самого. Конечно же, при помощи мониторинга мы можем повышать надежность функционирования промышленных объектов с УТП систем, так как такого класса системы, безусловно, помогают прогнозировать потребление замены оборудования, тем самым повышая, собственно говоря, его надежность. Это если говорить о классических построениях систем мониторинга, технологических процессов. Если мы перейдем дальше в область информационной безопасности, то внедрение механизмов мониторинга позволит нам получать актуальные сведения по сработкам средств защиты, как средств защиты, так и самих систем. И, собственно говоря, здесь мы сможем более очевидно понимать, куда нам необходимо направлять свои силы и средства для обеспечения защиты объектов критических. И также мы сможем, в частности, настраивать процессы управления инцидентами информационной безопасности. Но помимо вопросов, нужен или не нужен, ответ очевидно нужен, я бы еще, наверное, добавил, что чего не хватает, собственно говоря, на настоящий момент. И вот здесь, на самом деле, достаточно много экспертов занимается этими вопросами, в частности, в той же самой организации Сегрега, которую я сегодня представляю, есть международная рабочая группа, есть зеркально-российская рабочая группа, силами которой сейчас разработан опрос по использованию секрети операции центров в ОУТ-технологиях для повышения стационарной осуществленности персонала, который занимается вопросами кибербезопасности. В рамках опроса как раз исследуются такие вопросы, как существующая международная нормативная база, какие вопросы требуют развития в действующем законодательстве конкретно Российской Федерации, а также планы есть по написанию технической брошюры, которая будет описывать архитектуру построения системы мониторинга СУТП. Спасибо, Алексей. Будем ждать тогда результатов этого опроса, с удовольствием ознакомимся. Антон Кокин, тогда тебе аналогичный вопрос. Нужен ли мониторинг СУТП и какие он решает вопросы? Ну, отвечая на данный вопрос, тем более на СОК-форуме, на сессии мониторинга СУТП крайне сложно ответить, что нет, конечно, он не нужен, но я не могу не согласиться с теми доводами, которые вы преподнесли ранее. Я бы хотел обратить на другое мнение. Вот с точки зрения бизнеса мониторинг нужен только если кто-то смотрит в этот мониторинг, кто-то смотрит в эти отчеты и их кто-то анализирует. Если у бизнеса или у процессов, которые сейчас есть заказчики, есть и силы, и желание смотреть на те результаты, которые дает мониторинг, то да, конечно, он нужен. То есть надо идти не от постановки вопроса в принципе, что он нужен. Да, понятно, что он может реализовать как вопросы операционной деятельности, помогать выстраивать задачи бизнеса, так и с точки зрения безопасности. Но сам мониторинг ради мониторинга, он не принесет никому результатов. Поэтому вот этот фактор я хотел бы отметить. И второй важный момент, что особенно в промышленном сегменте мы не всегда можем получать данные не только из-за того, что их там нет или нам неинтересно, а здесь технически есть определенные ограничения. Прежде чем подойти к этому вопросу, нужно выстроить в том числе вопросы технологические. Тот же самый с вашего слайда, правильно получать данные с длинно-мониторованной зоны. Но эта зона должна быть уже сначала. То есть надо реализовать энное количество мер для того, чтобы мониторинг был возможен в принципе. Ну я бы вот, наверное, так ответил бы на этот вопрос. Спасибо большое, Антон. Тогда перейдем к нашим вендорам. Вопрос к вам. Коллеги, учитываются ли особенности АСУТП и промышленных средств защиты информации при разработке вообще СИЭМ-систем? Да, если да, то какие? Дима, давай тебе первым отвечать. Ну, мы как разработчик СИЭМа уделяем больше внимания возможность расширению возможностей продукта как такового. И со стороны разработки, со стороны продукта для нас стоит задача, ну в первую очередь поддержать максимально возможное количество источников, данных, событий, чтобы можно было собирать и с демилитаризованной зоны, и с нижних уровней систем. И второе – это наполнение экспертизы. Именно продолжая мысль Антона, то, что на предприятиях, во-первых, есть конечные пользователи этой информации, результатов мониторинга. И СИЭМ как инструмент должен давать четкие, понятные ответы на вопросы, которые есть, например, у бизнес-пользователей или у, например, эксплуатационного персонала тех же систем. То есть и вопрос именно в том, кто эту экспертизу в СИЭМы приносит. Ввиду там кадрового голода, отсутствия экспертизы непосредственно на предприятиях, да, и по понятным причинам, закономерно, что эту экспертизу в СИЭМы будут закладывать разработчики, разработчики, поставщики систем. И еще один момент, на котором захотелось бы заострить внимание, именно в контексте учета специфики СИЭМами при использовании для технологических сетей. Здесь такой вопрос пограничный между возможностями продукта и возможностями инфраструктуры, а также теми, кто, собственно, внедряет и вводит в эксплуатацию. Потому что какой бы продукт хороший, умный ни был, да, и если даже умеет работать сам по себе без пользователей, да, давать какие-то результаты, ну, гипотетически, вот, то если его неправильно внедрить или там прийти на инфраструктуру, которая в принципе не готова к таким решениям, то смысла от таких продуктов, какие бы им ни были, просто нет. Спасибо, хорошее мнение. Антон, ты согласен с Дмитрием? Я могу, тут мало с чем спорить, с тем, что он сказал. Я могу лишь привести пример, что не только вот коллеги, но и другие вендоры идут в сторону поддержки специфики СИЭМа, и не только СИЭМа, да, важно не только, чтобы СИЭМ, как корневая часть СОКа, умел понимать специфику СУТП, ну, надо, чтобы сами средства защиты понимали эту специфику, и остальные процессы СОКа бы понимали эту специфику. Но СИЭМу важно, да, как корневому элементу, ему нужно понимать модель данных ассетов СУТП, да, что они специфичные поля имеют, они могут отличаться от IT-поля, это тоже важно, этот фреймворк ассета иметь внутри СИЭМа. Нужно понимать те специфичные события, техники и угрозы, которые есть именно для СУТП. Для этого как раз отлично сейчас многие вендоры ориентируются на Майтеры в принципе, и на Майтеры for ICS, которая недавно вышла относительно в частности, да. И мы видим, такие примеры есть. Я в частности могу сказать пример со Splunk. Splunk недавно выпустил свой специализированный аддон для, соответственно, OT-систем, да, и в эту сторону двигаются остальные вендоры. Просто это одна из громких новостей была в последнее время. Лаборатория Касперского до недавнего времени была только разработчиком средств защиты, но не была разработчиком СИЭМа в этом году. Был публичный анонс, что мы начинаем разработку своей СИЭМ-системы. И уже внутри нашей команды, обсуждая поддержку этой СИЭМ-системы различных продуктов нашей компании, в том числе и наших индустриальных продуктов, мы уже предъявляем эти требования, и коллеги уже закладывают их внутрь. Поддержку всех полей ассетов индустриальных и, соответственно, умение стандартизации событий именно для технологических атак, для технологических сетей. Спасибо. Хороший маркетинговый пич. Для Splunk, согласен. Да, Splunk, особенно который в России присутствует, только на отдельных предприятиях, которые успели его купить. Дим, ты что-нибудь согласен? Ну, я хотел бы только добавить, что когда рассуждают о применимости СИЭМов для технологических сетей, то всегда уходят в какие-то технические аспекты. То есть агенты, база правил, фреймворков, какие-то возможности. Но никогда не говорят о том, для чего внедряют такие системы. Если мы говорим даже про мониторинг хотя бы, то мониторинг – это в первую очередь процесс, который так или иначе должен быть выстроен внутри пользователя, то есть внутри предприятия. И иметь функцию мониторинга – это не значит реализовать процесс мониторинга. И опять же повторюсь, что если не готов персонал, если нет процессов, компания не готова, инфраструктура не готова, то говорить о технических аспектах продуктов в принципе можно, конечно, но смысла в этом большого нет. То есть до этого нужно дозреть. Продукты сейчас, если говорить про СИЭМ, тот же Splunk, MaxPatrol, СИЭМ. Соответственно, в части объема экспертизы, которая в них попадает, они идут намного быстрее, нежели, например, потенциальные клиенты успевают построить хоть какие-то процессы или подготовить свою инфраструктуру для применения. Вы у нас на то и визионеры, чтобы говорить нам, куда идти. Следующий вопрос, Антон Кокин. Как вы считаете, нужно ли промышленному СОК расширять свой функционал за пределы классических услуг информационной безопасности? Или только там остаемся, вот информационная безопасность, и сидим, смотрим только события, инциденты вылавливаем? Ну, давайте начнем с того, что с моей позиции, в нашем видении, как группа компании ТМК, мы не понимаем, что такое промышленный СОК как таковой. Мы понимаем, в общем, есть определенные процессы информационной безопасности. Они должны удовлетворять интересам бизнеса. Просто у бизнеса есть различные активы, которые он эксплуатирует и в различной технологической среде. И бизнесу важно, чтобы те угрозы, которые у него конкретного есть, вот то есть промышленное предприятие, там мы катаем трубы, и непрерывность этого производства для нас является кровью жизненной. Есть предприятия, и в нашем случае мониторинг промышленного сегмента, это критический процесс, к которому надо стремиться. Ну, как я озвучил, и озвучиваете вы, коллеги, что есть энное количество технологических аспектов, которые препятствуют вот сходу перейти к этому процессу. Но есть предприятия, у которых антифрод более важный и критичный, потому что они там другим бизнесом занимаются. Поэтому СОК этого предприятия должен решать эти задачи. Но отвечая на этот вопрос, в принципе, должен ли СОК выходить за рамки? Если мы рассматриваем коммерческий СОК у бизнеса, клиент у них требует выйти за рамки, наверное, он должен, чтобы продавать свой бизнес. А если вы строите свой СОК, и у вас это критичный процесс для вас, ну, наверное, нужно отходить от этих приоритетов. И тогда, да, вы должны в том числе и мониторить промышленный сегмент. Дмитрий, а ты как считаешь? Я соглашусь с Антоном, мне просто нечего добавить. Естественно, СОКи должны уметь то, что от них требуют пользователи, коммерческие, если у кого-то есть собственный СОК. Вопрос о том, должны ли быть это два разных СОКа, то есть корпоративные и технологические. Здесь, наверное, каждый владелец СОКа решает сам. Единственное, на чем хотелось бы, чтобы фокусировались, не на том, делать два СОКа или один СОК, но мощный, а в принципе о готовности и зрелости Security Operation Centres. ты показывал на своем слайде, что вы можете и то, и сё, и пятое, и десятое. То есть, в принципе, если СОК, в принципе, дозрел до того, чтобы работать и давать какую-то пользу при использовании в технологических сегментах, ну окей, СОК готов, использовать, не использовать, тут вопрос уже, соответственно, у владельца этого СОКа. Здесь больше хотелось бы не каких-то, опять же, технических моментов два или один, а просто умеет или не умеет. Антон Шипулин, вот нужно ли расширять этот функционал? Во-первых, СОК должен быть один, и это просто неоспоримо. Это, да, это не обсуждается. Мы с Димой постоянно зарубаемся, но СОК должен быть один, и я с Антоном согласен. Во-вторых, расширять. Если у вас есть и данные, и вы на этих данных можете построить дополнительную аналитику, и она даст кому-то дополнительную пользу, но почему бы и не делать? Ты показал в вопросе примеры использования, примеры KPI, которые могут быть, которые может показывать СОК, дополнительную информацию. Если эта исходная информация есть уже в СОКе, либо есть, как сказать, capacity, чтобы получать эту информацию с дополнительных источников, сделать эту аналитику и помогать этой информации, допустим, подразделению по промышленной автоматизации, и для этого не требуется огромных усилий, почему бы это не сделать? Но я все равно считаю, что это никогда не заменит специализированные системы. СОК никогда не будет как бы control room для АСУТП, он будет какой-то вспомогательной информацией. Если эта информация есть, почему бы ее не использовать? Ну, понятно, что у нас есть технологический процесс, который правит миром, а мы все сбоку стоим и обслужим его. Как дополнительная справочная информация, которая может быть полезна, почему нет? Алексей, ну, коротко. Ну, я, наверное, добавлю, да, на самом деле трудно спорить с каждым из ребят. Можно только добавить, что построение СОКа должно, наверное, вестись, как Дмитрий правильно говорит, не со стороны закупки технической коробки, которую нужно поставить, вывесить большой монитор и сказать, вот она работает, смотрите, мы получаем данные. Нужно отстроить изначально процессы, правильно их описать и договориться с бизнесом о том, что данные, конкретно процессы, они достаточно критичны, они у нас структурированы, мы понимаем, как те же самые технологи работают с ними, мы понимаем, какую информацию мы должны получать на выходе, на что мы должны реагировать, и это достаточно должно быть четко прописано в документах, в инструментах документального уровня на базе СОКа. И вот только после этого он будет работать. На самом деле здесь неважно, один будет СОК, два СОКа. Делаем мы комплайенс с точки зрения законодательства 187-го федерального закона, или мы соответствуем риторике бизнеса и строим процесс мониторинга непрерывный. Вот могу добавить так. Дополню. У тебя даже на слайде было ряд функций в голосовании, которые были, ну скажем так, они пограничные, они могут выполняться СОКами, они могут выполняться диспетчерскими центрами. Да, ну контроль, например, критичных технологических параметров. Например, вот у коллег из лаборатории есть продукт, который там за счет супермеханизмов машинного обучения умеет контролировать выходы технологических параметров за какие-то границы или даже прогнозировать. Вот. И здесь есть риск, то есть навялить на СОК функции, которые ему не свойственны и в принципе они не нужны с точки зрения обеспечения или управления кибербезопасностью на предприятии. Вот. И когда технически, например, есть возможность это все развить, построить, то получается дублирование функциональности, дублирование процессов и, собственно, персонал начинает, собственно, его нельзя, очень трудно с ним работать как с системой, с людьми и процессы выстраивать. Главное, чтобы сохранить вот этот баланс и лишних функций, задач, не вешать на секьюрити опереженцентры. Вот сейчас, подождите. Ты рассматриваешь дублирование как что-то плохое, а дублирование может как вспомогательная информация, понимаешь, это может быть помогать им, она не основная, но вспомогательная, некая конституционная информация. Твои показатели говорят, что у тебя все хорошо, а здесь сбоку идет показатель, что что-то не очень. Стоит перепроверить. Дублирование функций ведет к перерасходу средств и ресурсов у конечных пользователей. Поэтому я сказал, если это не стоит больших усилий создать именно такое дублирование. Если больших усилий, тогда стоит перерасходить. Я не знаю соков, которые не требуют создания небольших усилий. Написание дополнительных правил корреляции на существующих данных. Почему бы этого не сделать? Это вопрос, естественно, правильной оценки. Я тут не готов в своем воображаемом примере спорить. Хорошо, раунд, господа. Так, давайте немножко будем футурологами и подумаем, какие векторы развития вообще услуги промышленного сока вы видите наиболее перспективными. Антон, давай, раз уж ты начал. Ну, я в векторы развития, скорее всего, они будут, соки будут зреть. Они будут обрастать соответственно сервисами, которые понимают поддержку. Сервисами с трет интеллигенсом, которые понимают промышленную специфику и промышленную малвару, с людьми, с командами, которые будут на втором и третьем уровне понимать специфику. То есть, это не рост, как сказать, вглубь, это рост вширь. Они будут поддерживать, точнее, вглубь, наоборот, рост вглубь, когда они будут поддерживать больше специфики промышленной, чем больше каких-то дополнительных сервисов. Ну, как дополнительные сервисы, мы, собственно, сейчас это обсуждали. Больше каких-то вспомогательных функций для диспетчеризации например, попытка выявления фрода, в том числе промышленного фрода, фрода с материалами, фрода с продуктами. То есть, это как возможный вектор дополнительного функционала и дополнительных сервисов для автоматизации. Алексей, как думаешь ты, какие будут услуги? услуги. Сок через пять лет, какой он будет? Да, какой он будет? Трудно согласиться с Антоном, что технические вопросы, они, естественно, будут активно развиваться. Здесь можно добавить, наверное, еще вещи, связанные с повышением институционной осведомленности персонала, эксплуатирующего конкретные технические вещи. Можно сказать, что достаточно глубоко должны, наверное, развиваться соки в части применения тех или иных конкретных протоколов при реализации на конкретных промышленных предприятиях. То есть, должен быть достаточно глубокий разбор того, что происходит на уровне технологических систем. И также понимать непосредственно не только протоколы, но и работу самих процессов технологических. Это пока не сильно развито, оно развивается активно, но я думаю, что в этом направлении соки должны достаточно сильно продвинуться в ближайшее время. Если касаться направлений в целом развития, если говорить, например, о той же самой электроэнергетике, то соки, как я считаю, должны шагнуть в сторону новых технологий, интернета вещей, интернет энергии, в частности, расширяться в сторону таких направлений, как независимые, изолированные территориальные определенные сегменты сетей. Так как по сути сейчас происходит подключение новых устройств в энергосистему. И если на данный момент времени не зафиксировать то, как они работают, не начинать мониторить их жизнедеятельность, то по сути в принципе мы повышаем достаточно большое, появляется достаточно большое количество рисков новых и у нас в общем-то там расширяется поверхность атаки на те же самые энергообъекты. Поэтому с точки зрения новых направлений вот они такие приблизительно. Хорошо. Антон, тебе вопрос. Вот как ты считаешь, компании будут в большей степени строить у себя соки или все-таки отдавать вот эту функцию на аутсорс? Потому что кадровый голод и все смежные дела. Либо все-таки растить экспертизу у себя внутри компании. ну такой как я опять же думаю по-настоящему потому что это достаточно очень сложный прогноз. Я вот сегодня рассказывал был доклад о том, что мы пошли по гибридной схеме. Гибридная схема у нас заключалась в том, что у нас инфраструктура и данные остаются у нас, реагирование остается у нас, партнер это мониторинг и развитие сервиса с его компетенциями. Давайте я попробую сам сделать. Те компании, которые уже мы сейчас наверное на этапе развития находимся, которые компании уже либо зрелые уже большие компании, либо уже имеют свой сок, либо двинулись в этом направлении. Поэтому зона охвата в основном будет связана с более небольшими предприятиями, в том числе из регуляторных требований и повышения киберрисков. Небольшие компании это в основном наверное аутсорсинг. Аутсорсинг тоже бывает разный аутсорсинг, тем более учитывая, что развиваются различные решения, ну например какому-нибудь вендору не говорить, на облачные. Здесь правда наша локальная регуляторика может помешать, но давайте так мир возьмем глобальный. Сиемы в том числе облачные и с точки зрения компетенции там уже как сервис идет, там решаются проблемы сайзинга этих ресурсов, а мы понимаем, что Сием это достаточно дорогое с точки зрения капитальных вложений решения, то вот эти сервисы могут создать им конкуренцию, но кадры все равно нужны даже и для облачных Сиемов и опыты кадров, и поэтому, а там еще проще аутсорсинг делать, поэтому мне кажется, если брать развитие бизнеса, если мы считаем, что крупные компании уже построили свой сок, то в основном будет расти аутсорсинг, а вот, ну, например, мы, у нас есть отправная точка, мы не считаем, что это окончательная сейчас точка, гибридная схема и все, мы там через два года делаем срез и возможно будем строить свой сок, повышая компетенцию именно в тех областях, которые нужны для бизнеса, но мне кажется, все-таки рост в основном будет связан с аутсорсингом. Спасибо. Антон. Короткая ремарка в поддержку версии роста аутсорсинга мы уже видим, что даже вендоры промышленной автоматизации топовые, такие как Siemens, Hannibal и другие создают возможности мониторинговых центров, сервисных центров на своей стороне для оказания услуг своим потребителям именно их решений по промышленной автоматизации. То есть они тоже в этом видят перспективу и то есть они видят в этом своего потребителя. То есть аутсорсинг будет и не только на стороне вендоров по безопасности, провайдеров по безопасности, но и провайдеров по решениям по промышленной автоматизации. Это уже сейчас происходит, в будущем этого будет больше. Дим, мне тут недавно вопрос задали, можно ли все перевести на аутсорсинг? Если мы говорим про процессы управления безопасностью промышленных предприятий, я считаю, что все перевести на аутсорсинг не получится по простой причине, что... функции реагирования и обеспечения надежности систем, то есть их нельзя передать ни под какой СЛА, мое личное мнение, никакому даже продвинутому соку, как, например, ваш. Потому что в любом случае при возникновении инцидентов, аномалий или каких-то подозрений руками на объекте будет работать тот, кто отвечает за данную систему, за данную инфраструктуру. Поэтому функции реагирования скорее всего они останутся на уровне клиентов, если мы про облачные какие-то сервисы говорим. Остальное, в принципе, мониторинг, контроль защищенности, ну, наверное, еще может быть патч-менеджмент или обновление, то есть если это в функциях центра кибербезопасности, есть, то их скорее всего оставят тоже на, скажем так, ответственности конечного пользователя, владельца СУТП. Вот остальные сервисы, я думаю, что вполне доступны из облака от провайдера. Алексей, у нас компании, на твой взгляд, уже созрели для того, чтобы это все облаками пользоваться? Или мы будем по старинке считать, что у нас есть воздушный зазор и никакой хакер к нам не проникнет? Да нет, наверное, полагаться на воздушный зазор сразу же или в принципе нельзя. Конечно же, трендом на текущий момент времени, 2020 года, является переход в облачную инфраструктуру, Но мое мнение, что все-таки с точки зрения процессов сока компания еще не готова для перевода своей деятельности в облачные технологии. Как, наверное, Антон правильно сказал, на самом деле большинство компаний крупных уже либо на стадии завершения строительства собственного сока и они достаточно много уже потратили и силы, средств и времени на его создание. Соответственно, перевод вот прямо сейчас куда-то в облако получение дополнительных сервисов это, наверное, скорее нет, а вот развитие малого-среднего предпринимательства с использованием в перспективе облачных технологий сказать, ну да, но это не сейчас, это чуть-чуть позже. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас вернуться к результатам опроса, посмотреть, что там наголосовали наши коллеги и друзья и мы видим, что на первом месте у нас такая троица вопросов, точнее ответов, которые лидируют. Это отчеты по имеющимся уязвимостям, в том числе мониторинг новейших уязвимостей. На втором месте аналитика подключения к оборудованию АСУТП, то есть это тоже, видите, важно. И на третьем месте информирование об опасных значениях технологического процесса. И с небольшим отрывом у нас все-таки уступает 27% считать, что мониторинг нагрузки на вычислительные средства АСУТП будет полезным иметь дополнительный. 24% контроль версии проектов ПЛК из КАД и систем. Либо это уже делается, либо не так актуально. Дмитрий, прокомментируй, пожалуйста, как ты считаешь, насколько это отражает твое мнение? Ну, на мой взгляд, если основаться прямо на результатах опроса, то первый факт, который, наверное, его, наверное, более приятно осознавать, что респонденты все-таки понимают, что скада системы уязвима, система СУТП уязвима, и что контролировать их защищенность, да, то есть на постоянной основе, то есть уже must have, да, то есть буквально пару лет назад как бы ты говорил про воздушный зазор, да, воздушный зазор была панацея, которая там у осушников решала все проблемы фактически, вот, про остальные истории, да, то есть аналитика подключения к оборудованию, ну, это контроль сетевого взаимодействия внутри периметра, ну, если правильно интерпретировать, ну, если это подрядчики какие-то, если это подрядчики, ну, то есть, грубо говоря, сетевые взаимодействия и подключение внутри периметра технологической сети, то есть, опять же, ну, мне, например, приятно осознавать, что респонденты понимают, что сети являются непрозрачными и их нужно мониторить, да, на предмет подключения сетевого трафика, входящего, исходящего и так далее, вот, по значению опасных значений технологического процесса, ну, это, как говорил, да, здесь главное соблюсти баланс между задачами там, для диспетчеризации и управления безопасностью, вот, но по остальным, наверное, не готов. Антон Кокин, как бы ты распределил, так бы, согласился бы с коллегами, которые сидят по ту сторону экрана, или бы, может быть, по-другому бы расставил приоритеты? Ну, для начала, я на память помню, что там была функция интеризации, я ее так коротко назову, она звучит там намного, потому что даже имея, чтобы нам обеспечивать весь этот функционал, нам нужно сначала понимать, что у нас есть в сети, а по-настоящему это не такая простая задача, особенно в технологическом сегменте, в корпоративном сегменте мы можем использовать средства каких-нибудь активного мониторинга, мы можем производить интеризацию с помощью различного активного взаимодействия, а ВАСУ-ТП связаны в основном с тем, что с n-ным количеством факторов, техническими ограничениями, непрерывностью производства, влиянием на технологический процесс, активное взаимодействие невозможно, а вот как раз имея возможность мониторить тот либо сетевой трафик, либо события, мы можем в том числе производить интеризацию, что у нас находится в сети, какие хосты у нас имеются, и дальше выстраивать как базу все другие процессы, без этого все остальное как мне кажется и нам кажется не рабочая история, поэтому я бы он по-настоящему на первую историю поставил, а потом наверное уже уязвимости, потому что я озвучил почему. А в дальнейшем с другими я в принципе наверное согласен, с другим распределением наверное я соглашусь. Антон, как ты считаешь, почему контроль версии проектов ПЛК и Скада занимает только пятое место? Я бы на самом деле не реагировал так вот, что этот показатель за него проголосовало меньше людей чем другой. Я вообще хотел бы сказать про этот вопрос, чтобы я не называл бы это направление развития. Это не направление развития. Многие эти метрики уже сейчас могут быть реализованы в СОКе и мы знаем, что у некоторых промышленная компания не уже реализована. Например, на нашей конференции в Сочи выступал коллега из Северстали и он рассказывал про удачные и неудачные метрики, которые они применяли в своем СОКе. И вот некоторые из этих они уже мониторят. Некоторые были удачные, некоторые неудачные, но тем не менее это уже делают. То есть это не направление развития, это хороший список, что уже сейчас можно идти на основе исходных данных и тех систем, которые дают такие возможности, брать и строить. А то, как люди определили, что для них приоритетнее, ну это знаете, кому что больше понравилось. Все хороши. Напомню, что у коллеги, который докладывал в Сочи, стоит спланк. Я напомню, что у коллеги, который докладывал в Сочи, стоит спланк. И это гораздо проще делать, эти метрики вытаскивать. Согласись. Алексей, ты согласен с распределением? Я скорее согласен с Антоном, чем с распределением. И наверное еще добавлю, что все метрики в принципе действительно важны. Самое главное тут должно быть целеполагание потребности бизнеса на самом деле от реализации средств мониторинга и процессов мониторинга. И действительно Антон Кокин правильно подметил, что без инвентаризации, без понимания того, что у тебя в основе находится процессов, ты не сможешь нормально отстроить процесс реагирования и мониторинга. Поэтому безусловно я бы на самом деле поднял немножко повыше вопрос, связанный с инвентаризацией активов и не стал бы выпускать те же самые моменты, связанные с управлением уязвимостями на технологическом оборудовании, потому что это действительно очень большая проблема обновить какую-нибудь систему информационную с условным Windows XP или еще что-то такое, это действительно большая проблема. И этот процесс он наверное один из таких самых сложных процессов при построении процессов сока. И вместе с тем вопросы, которые находятся на четвертом и пятом месте условно, на четвертом и пятом мониторинг нагрузки вычислительных средств и контроль версии проектов PLK с CADA систем, здесь опять-таки мы возвращаемся к вопросам надежности. И опять-таки здесь нужно общаться с бизнесом. Что же для бизнеса наиболее востребовано? И я думаю, что вопросы надежности они для них будут все-таки чуть-чуть повыше, чем устранение условного инцидента информационной безопасности. Спасибо большое. У нас опять какое-то единодушие, все друг с другом соглашаются, никакой дискуссии. А можно вывести вопросы от зрителей? Пока выводят, давайте попробуем посмотреть. безопасно ли для СУТП использовать облачный сок? Спрашивает нас Иван. Ну, кто хочет ответить? Безопасно ли для СУТП использовать удаленную диагностику от вендора производителя промышленного оборудования? А безопасно ли, Антон? Вот на такой же уровень безопасности. Если вы разрешаете удаленный доступ для иностранного вендора внутрь вашей системы, для мониторинга и администрирования, почему вы должны запрещать вашему доверенному провайдеру сервиса мониторинга, например, как вот Solar? Почему нет? Если вы доверяете, то безопасно. Я бы добавил просто, что безопасность АСУТП зависит от технологий, способов, грубо говоря, взаимодействия между компонентами соков и самими системами, которые под мониторингом. Потому что на сегодняшний момент существуют конкретные технические решения, которые позволяют однозначно обезопасить, сделать такое взаимодействие безопасным, даже односторонним, если не требуется прямое реагирование из соков на нижние контуры систем. Поэтому здесь вопрос технической реализации больше, нежели безопасно при определенных условиях. Да. Тяжело с вами, коллеги. Давайте тогда так. Я немножко еще добавлю здесь. Все сильно зависит от модели по-настоящему злоумышленника. Если у вас там кофициальные данные в СУТП, что я сильно по-настоящему сомневаюсь, потому что там доступность информации, непрерывность процесса более критична, то наверное стоит задумываться, стоит ли его передавать на сторону. Но обычно в данном случае все зависит от вас конкретно. Если вы оттуда передаете только данные, связанные с сетевыми индикаторами взаимодействия, если они для вас критичны, и они никому не должны быть доступны на стороне, то наверное для вас это небезопасно. Но в других случаях возникают вопросы, а почему это должно быть опасно. Я согласен с Калибрией. Есть техническое энное количество мер, уменьшить эти риски. уменьшить по-настоящему. Мне кажется, вот интересный вопрос. Сейчас он куда-то ушел. Какой основной тип атак на СУТП можно выделить? Естественно, Антон, давай. Среди каких типов мы выбираем? Тут вопрос, а какие типы существуют? Что чаще всего детектируется? Что мы видим? Какие атаки? Чаще всего мы видим все то же самое, что и в обычных сетях. Мы видим, опять же, чем мне нравится таксономия Майтре? То, что она хорошо структурировала типы атак, их этапы, их цели, какие используются. Что мы видим в СУТП? Смотря куда смотреть. Если мы видим с точки зрения начального входа, например, наши исследования показывают на основе наших данных, это как всегда почта, флешки, доступ через веб. Все то же самое, что и в обычных сетях. Опять же, что мы видим с точки зрения взаимодействия с контроллерами? Мы видим, что это взаимодействие происходит редко пока. По крайней мере, мы его не видим в технологических сетях, что происходит много вредоносных взаимодействий. В основном происходят какие-то случайные вещи, то есть подключение подрядчиков, изменения логики без уведомления какой-то, потому что нет таких процедур, очень часто все меняется динамично. В этом плане нужно смотреть на майтеры, нужно смотреть на статистику существующих атак и на исследования, которые делают исследователи. есть что добавить? Ну, в принципе, есть. Мы исходим из того, что мы видим в полях. То есть, когда мы начинаем разговаривать об угрозах и о том, чего боятся люди на производстве, естественно, люди на производстве боятся, что кто-то залезет к ним в конфигурации, начнет перенастраивать, остановит процесс и так далее. То есть, они думают на прикладном уровне. Но большинство атак, они эксплуатируют уязвимости операционных систем, сетевого оборудования распространенного и старого, которого полно. И здесь я бы просто смотрел на цели атакующих. То есть, вот модель атакующего, зачем что-то они делают, зачем они атакуют. И если смотреть средний такой профиль атакующего, то становится понятно, что им сейчас на данном этапе не интересен прикладной уровень. Им не интересно вмешиваться в какие-то процессы, ковыряться с контроллерами нет. Основной объем атак сейчас известных и не очень это все-таки атаки шифровальщиков либо таргетированные, либо массовые какие-то заражения. И собственно цель понятно это выкуп обогащения злоумышленников за счет остановки деятельности предприятия. Неважно это технологический контур, бизнес контур. На данный момент времени на прикладной уровень атак целенаправленных очень мало. Выявляется очень мало. Выявляется мало? Да. Я бы сказал о них неизвестно, потому что они не публичные как правило, то есть то что попадает в средства массовой информации это скорее исключение из правил, поэтому здесь мы исходим из того, что известно. Алексей, на твой взгляд что чаще, какие эксплуатируют уязвимости в технологической сети, какие вида атак может быть или какой нарушитель чаще всего нарушает у нас? Ну если мы будем говорить с точки зрения законодательства, у нас есть сплоченные группировки на уровне правительства, какие-то условные террористы и так далее. На самом деле на практике не могу не согласиться с Дмитрием, что целенаправленного поломки или изучения работы какого-то отдельно взятого конкретного технологического оборудования на текущий момент очень мало. И оно если есть, то оно как правило действительно не всплывает где-то в сети, если это не становится достоянием общественности через какие-то страховые случаи, например. Поэтому как правило действительно здесь основные риски и угрозы они на текущий момент времени пока как правило классические. То есть это шифрование данных, те же самые что Антон сказал, рассылки спам и вот через эти каналы, через эти угрозы в основном реализуются какие-то вопросы связанные с безопасностью с УТП. Но в целом не зря это направление в конце концов зародилось и мы сегодня здесь сидим и общаемся о security operations центрах в сегментах СУТП. То есть вопрос становится все более зрелым как со стороны тех, кто защищает, тех, кто отстраивает данные сегменты защиты, так и со стороны потенциального злоумышленника. Поэтому не исключено, что в ближайшее время будут реально действительно какие-то большие серьезные информационные вбросы, а реализация конкретных направленных действий на технологические системы. Поэтому эта ближайшая перспектива, дай бог, она, конечно, не будет воспроизводиться. Ну, тут есть вопрос про искусственный интеллект. Мы видим, что когда к автоматическому анализу мониторинга и краткосрочному прогнозированию будет переход осуществлен. Вообще искусственный интеллект имеет будущее. Давайте коротко, тезисно да, нет и почему. Если отвечать на этот вопрос, то в принципе уже на сегодняшний день готовность решений на рынке она позволяет к этому перейти. Вопрос наверное зачем? Если говорить о прогнозировании атак или инцидентов, именно киберинцидентов, то это скорее вопрос моделирования возможных векторов. с учетом уязвимости компонентов, систем доступности и надежности. А спрогнозировать будешь ты скомпрометирован или нет и когда? Наверное за такие задачи никто браться не будет в обозрении будущем. Но в принципе сейчас технологическая база такая, что это можно реализовывать уже сейчас. Спасибо. Антон. Еще разок вопрос. Искусственный интеллект насколько сейчас будет внедряться в... Готовность вроде прозвучала. Готовность этого инструмента. С точки зрения кибербезопасности, с моей точки зрения не готов не то, что нет подходов к машин леунингу. Проблема в данном случае с набором данных. Для обучения любых алгоритмов должен быть набор обучающей выборки. И вот этой обучающей выборки, что вот это вот инцидент, что вот это вот действие, которое приводит к инциденту, их очень мало для того, чтобы подготовить достаточно рабочие алгоритмы. Хотя это неправильно я сейчас в техническом плане говорю, это не алгоритм. Поэтому мне кажется, пока нет. Все средства, которые сейчас есть, они рассчитывают на том, вот сейчас смотрится работоспособное состояние, и выход за пределы нормального состояния берется, и прогнозируется, что сейчас будет выход за пределы нормального состояния. Но с точки зрения кибербезопасности там слишком много фолз-позитивов может быть. И мне кажется, пока инфраструктура не готова. Спасибо. Очень коротко тогда Антон, Алексей. Я коротко скажу, что я не специалист по искусственному интеллекту, поэтому не могу здесь ничего сказать, но я могу сказать, что наш генеральный директор не верит в искусственный интеллект, а верит в машинное обучение. Это конкретная вещь, которая работает, уже может применяться, применяется и будет применяться. Осталось данные найти. Алексей. Я думаю, что может применяться, но для этого человечеству нужно сделать шаг с точки зрения понимания самим человеком, а что же есть инцидент, как его разбирать, как от него от реализации атаки защищаться и так далее. Как только мы поймем, каким образом непосредственно люди это могут делать, и применение искусственного интеллекта после этого станет вполне очевидным шагом. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я хочу поблагодарить своих коллег, которые пришли, нашли время в это сложное для нас пандемийное время, нашли силы прийти сюда и пообсудить эти вопросы, которые вас всех интересовали. Я считаю, что у промышленного сока есть будущее, эта тема важная, интересная и она будет развиваться и будет помогать не только информационной безопасности, но и остальным коллегам, которые находятся в технологическом процессе. Спасибо большое за внимание, всем удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok